Привет всем дорогие мои зрители! В сегодняшнем видео я хочу показать несколько ароматов для моих подписчиц. Это видео по запросу и хочу начать с первого аромата от марки Roberto Cavalli, который называется Oro. Недавно я делала видео, показывала всю мою коллекцию, до сих пор у меня ароматы стоят на моей тумбочке. И пользуясь моментом, я решила снять вот это видео, пока это все стоит здесь, чтобы уже потом не доставать. И давайте-ка посмотрим на эту упаковку от марки Roberto Cavalli, аромат Oro. У меня этот аромат еще запакован, полностью запакован. Я не распечатывала данный аромат и на данный момент не собираюсь распечатывать, потому что, как вы видите, что у меня есть очень много распечатанных ароматов. Возвращаюсь к аромату Oro. Что хочу сказать. Я знаю, как благухает вот этот аромат. Я очень хорошо помню, потому что в 2003 или в 2004 году, где-то вот так, в 2005 может быть, я носила вот этот аромат. У меня был маленький флакончик 30 мл. Мне не нравился колпачок данного аромата, потому что был сделан в виде маленькой змейки и куда-то он постоянно падал. И, в общем, непрактичный колпачок в этом флакончике. Но аромат был очень красивым. Я его помню, я его любила носить ежедневно. Он у меня, по-моему, за 3 месяца использовался. Любила одевать его и вечером, и утром, в любое время и под любое настроение. То есть аромат подойдет на все случаи жизни. И сейчас я хочу зачитать вам нотки данного аромата. Впрочем, данный аромат относится к группе восточные пряные. Но я бы сказала, что это аромат сухой, восток, спецевый, конечно же. И в верхних нотках есть магнолия, кориандр, ирис, перец, яблоко, бергамот. В принципе, я могу сказать, что яблочко я ощущала в этом аромате, если мне память не изменяет. И кориандр это точно отчетливо можно услышать в данной композиции. Средние ноты. Абрикос, пачули, корица, белая фрезия и белый кедр. Белый кедр я не слышу вообще в этой ароматной композиции. Но абрикос здесь очень хорошо слышится вместе с корицей. Нижние ноты. Сандал, амбра, мускус, ваниль, уд. Уд в упоре я здесь не слышу. Сандал, да. Сандал здесь слышится. В общем, аромат очень красивый. Если вы еще найдете где-то в продаже вот такую вот красоту, покупайте, потому что он очень красивый. Но хочу предупредить, может разболеться голова от этого аромата. Он может быть и неприятным в носке. На этом я буду заканчивать описание данного аромата. И под конец скажу, что аромат очень стойкий и шлейфовый. Парфюмер данной композиции Мауриче Роучелл. Следующий аромат, который я вам хочу показать, это аромат от марки Lolita Limpica Eau de Parfum. Называется Lolita Limpica. В Италии говорят Limpica. Я не знаю, как вы произносите на русском языке. Но я буду говорить, как говорится у нас здесь в Италии, потому что я так привыкла. В общем, вот такая вот упаковка данного аромата. Видите, что упаковка немножко выцвела. И стоил этот аромат вообще-то недорого. Вот как все выглядит. Пока я этот аромат не распечатываю. Он у меня стоит, потому что нет смысла мне распечатывать вот этот аромат. Потому что у меня есть другой флакончик. В объеме 100 миллилитров. Этот флакончик мне подарили в магазине при покупке вот этого аромата. В общем, я купила вот этот аромат 50 миллилитров. Был последний вот этот аромат в магазине. То есть больше поставлять в магазин вот этот аромат не будут. Вот в магазине КАД я купила. В итальянском магазине. И мне подарили вот этот тестер. Так как больше поставлять этот аромат не будут в магазин. Мне отдали вот эту красоту. И я с удовольствием пользуюсь вот этой красотой. Мне очень нравится вот этот аромат. Но часто я его не ношу. Зимой я его не люблю одевать. Я его люблю одевать, когда тепло. Когда теплая погода. На сегодняшний день у нас лето немножко прохладное, дождливое. И прекрасно он подходит на вот такую вот погоду. Люблю его сейчас одевать. Здесь еще даже где-то написано, что это тестер. Да, вот видите, тестер написано. 100 миллилитров. Флакончик очень красивый. Хочу вам продемонстрировать. Потому что первый раз, когда я увидела вот этот флакончик в магазине. Я думала, как же его наносить. Как же его наносить. Все крутила и крутила и вертела. Потом уже посмотрела, что здесь распылитель. В общем, тот кто не знает. Продемонстрируем. В общем, вот так. Красота. И сейчас я хочу вам зачитать нотки данного аромата. В принципе, этот аромат выпустили в 1997 году. Относится к группе. Цветочные, фруктовые, сладкие. Верхние нотки. Фиалка, плющ, звездчатый анис, ноты сердца, ирис, аморилис, лакричник, корень ириса, черешня. Ноты базы. Тонка бубы, ваниль, ветивер, белый мускус, конфеты, пролины. Многие говорят, что в этом аромате слышится очень сильно лакричник. Да, лакричник, конечно же, слышится. Но есть какая-то дымка еще в этом аромате. Я бы сказала, что в базе уже не лакричник слышится, а именно черешня. Но черешня не свежая, а как будто бы мы из черешни сделали ликер. Вот такая ликерная черешня, ликерчик из черешни. Очень красиво обгухает, фруктовый он в базе. Именно зимой я не могу его носить, потому что он мне какой-то колючий, вот этот аромат. Неприятный, не очень мне нравится зима. Он как-то по-другому раскрывается, и мне его неприятно носить на себе. Конечно же, здесь слышится тонка бобы, ваниль. И что же еще сказать? Фиалку я здесь в упор не слышу, так что извините. Кто говорит, что есть здесь фиалка? И практически больше ничего не могу сказать про этот аромат. Все, что у меня было сейчас в голове, я вам сказала. И в принципе, вот такая вот красота у меня есть в моей коллекции. Вот этот аромат очень-очень красивый. Если у вас есть возможность, присмотритесь, купите. Но я бы сказала, что надо его потестить все-таки. А сейчас я вам хочу рассказать про аромат от марки Гуччи. Оде Парфам 2. Смотрите, какой красивый флакончик. Очень красиво смотрится на туалетном столике или же на какой-то полочке. У меня 50 миллилитров. Вот как выглядит сам флакончик. В этом флакончике находится нежно-фиолетовая жидкость. Нежно-фиолетовый цвет, приятный. У меня еще есть Гуччи Оде Парфам. Маленький объем, 30 миллилитров. Купила я недавно. Пока что не распечатываю вот эту коробочку. Потому что я потестила этот аромат. Он мне вначале понравился, но потом он оказался очень нестойким. И в принципе, что хочу сказать, что я вот этот флакончик купила где-то за 22 евро. Если кто-то хочет покупать его в интернете, а он, по-моему, там стоит дорого. Я не советую платить большие деньги за вот этот аромат. Если будет скидочка, то можно побаловаться. Больших денег этот аромат не стоит. Возвращаюсь я к моему красивому флакончику. А сейчас вам хочу зачитать нотки данного аромата. Этот аромат относится к группе «Цветочные фруктовые». Выпущен в 2004 году. Парфюмер данной композиции Антонье Майсон Диен. Верхние ноты. Черная смородина и ягоды. Мандарин, лист и бутон черной смородины. Красные ягоды и горький апельсин. Не слышу я здесь ни мандарина, ни горького апельсина. Не слышу я здесь красные ягоды. А также я здесь не слышу черную смородину. Вообще ни в каком виде. Средние ноты данной композиции. Липпион, ежевика, фиалка, фрезия, жасмин и ландыш. Ландыш я ощущала, когда прохладная погода. То есть я купила этот аромат, по-моему, в конце зимы. В общем, в зимний период, когда было довольно-таки холодно и влажно. Я ощущала ландыш. Ну и, конечно же, я заметила, что этот аромат был каким-то химическим. То есть какой-то он химический в холодную и прохладную погоду. Сейчас тепло. Конечно же, лето у нас дождливое и прохладное. Но все-таки воздух теплый. И мне очень нравится, как раскрывается вот этот аромат в теплую погоду. Пион я здесь слышу, фиалку я здесь слышу и фрезию я здесь слышу сейчас в теплую погоду. Базовые ноты. Мускус, гелиотроп и кетер. Не слышу я здесь ни мускуса, ни гелиотропа и ни кетра. В общем, на этом я буду с вами прощаться. Буду заканчивать мое видео. Я надеюсь, что описание вам понравилось. Но хотя бы я вам рассказала и поделилась моим мнением. Про этот аромат и про остальные ароматы. До скорой встречи, дорогие мои зрители. Всем пока. И всех целую. Пока-пока.